Время прошли другие. Прежде всего, времена прошли. Конечно, у них есть что терять. Я терял власть, я терял положение и так далее, но я не терял миллиарды, я не терял, так сказать, это у меня отсутствовало. К какому типу политиков относится Путин без сравнения с вами? Вот смотрите, есть те политики, кто держится за власть, которые это делают ради того, чтобы спасти свои капиталы и приумножить их. Есть те, кто это делает? Он такой же. Но у него есть ограничения. Вот он два срока служил, и надо было бы, так сказать, не возвращаться, продолжать уже, где-то другую работу выполнять. Он возвращается. Тандем придумали, вот теперь, так сказать, его разруливают и опять. Если вы правы, то тогда, чтобы он ушел, ему должны дать гарантии того, что не тронут капиталы, которые нажил, скажем, его близкий круг. А если ему таких гарантий не дадут, то он не уйдет? Вот это и видно будет. Я думаю, ему придется вообще заняться. И он уже даже рассуждает на ту тему, как вернуть, повернуть эти деньги. Это вопрос такой, который встанет и сейчас. И его надо ставить. Но он говорит о приватизации 90-х. Он не говорит о тех капиталах, которыми владеет его товарищев Кооператива Озера. Здесь на нем ответственность большая. Вы полагаете, он всерьез рассматривает перспективу каким-то образом? Если он еще не решился, ему надо помочь решиться. Отлично. Как помочь? Вы говорите, давление со стороны общества. Помочь тем, что будут функционеры демократической института. А их нет? Будут. Как? Откуда они возникли? Ну вот люди же появились откуда-то на Болотной и на Сахаровой. Власти приходится реагировать на такие митинги. Раньше они их игнорировали, а сейчас нам приходится чесаться. Вот они появились на Болотной. Вот они появились на Сахаровой. А что такая молодая, зеленая еще и уже разочаровалась? А дальше что? Ты что, уходи тогда. У тебя нет оптимизма? Не дождитесь. Я и не жду. Смотрите, выходим на Болотную, выходим на Сахарова, выходим на Садовое кольцо. А дальше что? Дальше Путин побежит на выборах. А что делать? И дальше надо выходить. Вот они спрашивают, ну что, вышли раз, вышли два, хватит. Выходить надо. Выходить, подтверждать, напоминать. А потом, вот когда завершится вся выборная эпопея, и требовать выполнения всего, о чем шла речь. И в том числе, он пообещал очень много. Но вы же понимаете, что он пообещал столько, что выполнить невозможно. Вот так. Он же пообещал все, кроме коммунизма, по-моему. Ну, лучше бы он коммунизм пообещал. Там уж ясно, что недостижимо. Это значит, что он действовал безответственно. Да. Ну и что смысл с него требовать после выборов? Нет, пусть он объясняется, пусть он держит ответ. Так ставить надо выполнить. Так, так, надо. То есть выходить на митинги, повторять эти требования до тех пор, пока они будут услышаны? Или создавать какие-то политические механизмы влияния? Будут и политические механизмы. Я думаю, что нам, вообще говоря, для этого времени, после выборного, нужно создать из всех демократических сил, большую, серьезную, как я говорил, независимую политическую силу. И нам, по-моему, наиболее подходящая и нужная, это социал-демократическая партия. Или партия социал-демократического толка. Но те, кто выходят на Болотную Сахару, говорят, что они не приемлят политики, что она им неинтересна, и они в нее участвовать не хотят. Вы знаете, что? Это вот выходят одни, а говорят другие. Поэтому говорят те, у кого очень амбиции большие, и они вот никогда не договорятся. Вы посмотрите, сколько лет идет разговор у них, и все, они так сказать. Дальше тусовки дело не продвигается. Почему только у них? Вы же тоже пытались договориться и создать социал-демократическую партию. Был Володя Рыжков, сконсультировался с вами, была Яна Яковлева, были другие гражданские активисты. Но у меня было другое. Я доходил до Кремля. Собирали людей, набирали все. И надо было регистрировать. И не приходило. Больше того, мне прямо открыто. Ну, не зарегистрируем мы вам, Михаил Сергеевич. Они были настолько нахальны. Это им не прощать нельзя и забывать не надо. Но ваше общение с демократическими лидерами, с гражданскими активистами было простым. Вам легко было с ними договориться? Я должен сказать, вот сейчас больше людей, которые вот молодых, за последние годы вошедших в политику, с которыми можно создавать серьезную партию. А такая партия нужна. Что может помешать создать такую демократическую коалицию, кроме действий Кремля? Ну, допустим, оставили в стране... В данном случае все будет зависеть от самих демократов. В чем их слабость? Если они будут той же болезнью болеть, как арабы, которые никогда не могут объединиться перед общей бедой до сих пор. Как было, так и есть. То есть вы считаете, что главная опасность – это невозможность договориться? Возможности. Есть возможность. Сейчас появляется возможность. По-моему, еще не было такого шанса. Его надо не упустить. А в чем этот шанс? Что изменилось? Шанс в том, что люди поняли, что от них новая зависит. Во-первых. Во-вторых, что вынуждены будут считаться власти. Так или иначе. Время совсем другое. Михаил Сергеевич, от какой бы ошибки вы предостерегали бы Путина? Вот он становится 5 марта президентом, допустим. Он уже допустил много ошибок. Вот теперь пусть исправляет их. Допущены ошибки. А какую ошибку он может совершить уже на этом этапе? Вот в чем самая большая опасность? И для него, и для общества. А вот если он будет продолжать ту линию, которая привела его в тупик, и на всех вместе с ним. Из тупика надо выбираться. А это можно выбраться только, когда участвуют люди, когда политически понимают, что к чему идут. Вот это вот решаться надо. Вы думаете, он может принять эти решения, сообразуясь с какими-то изменением собственных взглядов, или только под давлением извне? Я думаю, это и другое. То есть вы верите в то, что он может меняться? Да. А его окружение, которое ему будет говорить, нельзя? Ну, я думаю, окружение такое. Он наоборот. Я знаю, что я делаю. Делайте как я, делайте лучше. А есть какие-то симптомы того, что все-таки он склонен договариваться с обществом? Вы говорите, оппозиция внутри себя не может договариваться. Но эта власть никогда не договаривалась с обществом и вообще не склонна к компромиссам. За эти 12 лет Владимир Владимирович проявил себя как человек, не готов к компромиссам. Я думаю, что пришло время, когда им придется договариваться. И нам всем придется договариваться. Ты думаешь, как были, мы так и остались. Стадом, нет? Какое у нас есть время для того, чтобы договориться? Сколько? Месяц, два, полгода, шесть лет до следующего президентского выбора? В основном, раздвинуть ситуацию. Я думаю, нам нужны новые выборы. И думские, и президента потребуются. Значит, только давление снизу? На власть? Да, да. Давление, учти, давление может быть таким, что они даже не ожидают. И мы все не ожидаем. Михаил Сергеевич, а вас не пугает вот эта нарастающая конфронтация? Конфронтация, которая идет не от Болотной и Сахарова, а скорее от власти. Вот началась война митингов. Митинги против Путина, в ответ митинги за Путина. И эта волна нарастает. Вы не видите здесь опасности? Нет. Это только лишь показывает, что на правильном пути те, которые начали движение, условно говоря, на Болотной площади и на Сахаровской. Это лишь подтверждает. И надо идти этим путем. И уж если люди у мороза выходили и несли свои, так сказать, и мысли, и требования, то весной они тем более не уступят. Продолжение следует... Продолжение следует...